К нам присоединяется Сергей Пархоменко, журналист. Сергей Борисович, рад видеться в эфире. Здравствуйте, я в отеле, в очень плохом интернете, так что заранее приношу извинения, всякое может случиться. Давайте пользоваться тем, что пока все работает хорошо и не терять времени. Сергей Борисович, как вы считаете, этот теракт, который случился сегодня, станет ли он таким же каким-то поворотным камнем и каким-то изменившим Россию, как когда-то был Норд-Ост и Беслан в начале путинского управления? Мы ничего не знаем об этом. По одной простой причине это событие еще не закончилось. Теракт, ну, похоже, что закончился, хотя и тут мы не знаем, не будет ли какого-то продолжения. А вот события точно еще нет, потому что оно закончится только тогда, когда мы увидим, каким именно образом российский режим пытается извлечь из этого теракта для себя пользу. Как он предполагает, так сказать, монетизировать, зафиксировать эту прибыль. Вот так я бы сказал. Они точно что-нибудь придумают. Они точно свяжутся с Украиной, так или иначе, что бы это ни было. Пока эта методичка, по всей видимости, ну, либо не написана, либо еще не распространена среди главных пропагандистов, судя по тем очень абстрактным, таким округлым комментариям, которые они выдают, оставляя, так сказать, все двери открытыми, все возможности доступными для дальнейших трактовок. Ну, посмотрим, или это напрямую будет связано каким-то образом там с Украиной, или какими-то частями, которые воюют на украинской стороне. Мы знаем, что там есть разные части. Есть и чеченские, например. Несколько батальонов. Батальон Жохара Дудаева, батальон имени шейха Мансура. Да, боюсь сейчас на стороне Украины, да. Да, есть части, которые принято называть связанными с Россией. Я, откровенно говоря, не очень верю в то, что они реально связаны, и что там действительно существуют какие-то в значительных, там, ощутимых количествах какие-то российские участники. Но, тем не менее, принято так об этих подразделениях говорить. Значит, либо это будут они, либо это будут, не знаю, какие-нибудь исламские террористы, какой-нибудь ИГИЛ или еще кто-нибудь вроде того, но тоже как-нибудь прицепят к Украине. Обязательно прицепят к Украине. Нет совершенно никаких сомнений. И извлекут из этого политическую пользу, займутся тем, что обычно называют политическим мародерством. Это очень свойственная сегодняшней российской власти, сегодняшнему российскому режиму метода осуществлять вот эти акты политического мародерства. Что-нибудь себе добывать. Ну, вот, я не знаю, начиная с таких относительно по нынешним временам безобидных вещей, если вы помните, что результатом нападения на Беслан была отмена губернаторских выборов. Да, ну, такая скромная как бы добыча, которая у них получилась. Я думаю, что в этот раз добыча будет погуще. Это могут быть какие-то особенно свирепые, особенно зверские бомбардировки Украины, прямые нападения на политическое руководство Украины, может быть ужесточение режима непосредственно в России, возвращение к смертной казни, массовые отправки на фронт, абсолютно все, что угодно. Посмотрим, что это будет, но какую-нибудь себе пользу из этих погибших, из этого теракта они извлекут. И вот когда мы узнаем, какую именно, вот тогда мы с вами поймем, с чем нужно сравнивать произошедшее. Может быть, с Беспланом, может быть, с Норд-Остом, а может быть, со взрывами домов в 99-м году. Разные истории бывали в относительно недавнем политическом прошлом России. И мы еще увидим, какие аналогии ближе всего здесь к делу. Сергей Борисович, ну ведь мне кажется, сейчас российская власть уже как будто не надо стесняться, не надо искать каких-то поводов для страшных обстрелов Украины или для очередной подлости, закручивания гаек внутри страны. Понятно, что не воспользоваться ситуацией они не могут, и что-то, наверное, обязательно-то придумают. Но как будто поводы уже и не нужны, и не надо всего вот этого. Нет разве? Поводы непосредственно для атак, конечно, не нужны. А поводы для того, чтобы ужесточить внутренний режим, нужны. И поводы для того, чтобы подогревать каким-то образом антиукраинскую, и, следовательно, агрессивную военную истерию, нужны. Потому что с истерией не очень получается. Сколько не стараются вот каких-то, я не знаю, там, главным образом зайти через школу, через детей, через студентов, через молодежь. Ну, как-то не очень истерическая поддержка войны сегодня в России. Люди скорее терпят войну, скорее соглашаются с ней. Многие, не все, но многие. Этого власти недостаточно. Совершенно очевидно, что им бы хотелось, чтобы патриотический угар, так сказать, охватывал всех в большей степени. И вот здесь такого рода события, они могут оказаться для них очень полезны. Они могут из этого извлечь очень многое. И попытаться как-то извлечь из населения дополнительную моральную поддержку и дополнительную психологическую солидарность с теми преступлениями, которые власть сегодня удовлетворяет в Украине и вокруг нее. Сергей Борисович, как считаете, мне кажется, что сегодняшняя картина, она показывает в том числе абсолютно неготовность путинского аппарата к чему-то отличному от одиночных пикетов, митингов, может быть, похорон Алексея Навального и других акций подобного рода, потому что вот этот вот вопиющий час, когда бездействовали все властные структуры и когда не было никакого сопротивления, никакой помощи людям, которые находились на месте, никакого сопротивления террористам, которые находились в Крокус-Сити-Холле, насколько я понимаю, до сих пор там находятся. У нас нет никакой официальной информации по этому поводу, про то, что их там больше нет. Это не показывает, люди не увидят и не поймут вот эту абсолютно изъявящую бездну равнодушия, в которую путинская власть и путинские силовики их всех окунают. Не знаю, посмотрим, что люди про это подумают. Я думаю, что те, кто непосредственно оказался там в центре событий или вблизи, на них, конечно, это произведет сильное впечатление. Но, к сожалению, у многих людей в России сегодня выработалась, так сказать, очень такая изощренная способность оправдывать любые события и отворачиваться от них, зажмуриваться над них, говорить, ну вот опять эта проклятая неизвестность, мы ничего не знаем, правду нам никогда не скажут, есть разные мнения на этот счет и так далее, и так далее. Люди очень натренировали, так сказать, эту мышцу, эту извилину в мозгу, которая вот позволяет им таким образом не видеть происходящего во время войны. Происходит достаточно того, что должно приводить людей в ярость и в отчаяние. Достаточно часто мы видим, что нет, не приводит. Так что и здесь тоже может, что называется, сойти с рук. Но фактически, да, действительно, мы видим, что враги у путинской власти совсем другие. Враги – это те, кто говорят что-то. Враги – это те, кто совершают мысли преступления и слово преступления. Самые ужасные, так сказать, злодеяния, они вот такого рода. Не те, кто убивают, не те, кто грабят, не те, кто насилуют, не те, кто держат страхи населения. Это не враги. А враги – те, кто сказали что-нибудь не то, написали что-нибудь не то, прокомментировали в какой-нибудь сети, как-нибудь не так. На них направлены все силы, на них, так сказать, надрессированы, натасканы все карательные органы. И основная, конечно, задача в этом – держать вот этих, которые разговаривают не так, которые что-то такое не так комментируют. С другой стороны, есть силы охраны, так сказать, силы обороны, но они тоже настроены совершенно на другое. Они настроены на охрану ближайшего окружения диктатора. Я думаю, что вокруг Кремля все охраняется очень надежно. Там еще называется «муха не пролетит». А это вот далеко от Кремля. Окраина города, подумаешь, какой-то большой концертный зал, большой торговый центр там же рядом. В конце концов, как-то не это главное. Силы не там находятся, которые должны защищать людей. Они защищают совсем других людей. Мы этих людей знаем в основном по именам и по должностям. Вот. Так что, да, мы видим систему приоритетов. Мы видим, что важно, а что не важно для путинского государства. Что оно считает для себя реально опасным, а что не опасным. Вот я думаю, что реакция на человека, который вышел с какими-нибудь словами или с каким-нибудь плакатом на Пушкинскую площадь, была бы, конечно, гораздо более оперативной и гораздо более эффективной, чем на человека, который вышел с автоматом или с гранатометом, или с чем они там выходили, судя по тому, что они сумели произвести в этом концертном зале, где-то далеко на окраине Москвы. Как-то, что называется, мы вам не нанимались. Вот они нам не нанимались бороться с реальными террористами. Они нанимались бороться с Ильей Яшиным, убивать Алексея Навального и держать в тюрьме Женю Беркович. Вот на это они нанимались. А бороться с террористом, с гранатометом нет. Нет, не это сегодня важно, и не это, как они считают, угрожает путинскому государству. Как мы видим на практике сегодня, мы это прямо вот наблюдаем сейчас своими глазами в прямом эфире, эту систему приоритетов. Так что это никакие не мои фантазии, а констатация строгого факта. Ну вот приходят тасовки, которые как будто подтверждают то, о чем мы с вами начинали говорить. Россия будет запрашивать заседание Совбеза ООН в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле, как будто вот как раз то самое выторговывание каких-то результатов и какого-то для себя привилегии и возможности что-нибудь урвать уже началось. Но поразительно не внутри страны, не на Совбезе Дмитрия Медведева с господином Патрушевым и Владимиром Путиным, а на международной арене. Как считаете, к чему это может привести? Потому что это все-таки какой-то внезапно неожиданный довольно поворот, честно говоря, для меня, по крайней мере. Фиксация прибыли. Вот это и есть часть той прибыли, которую они собираются зафиксировать. Прежде всего международная прибыль. Прежде всего добиться оправдания своим действиям в Украине, своей агрессии. Вот видите, на нас нападают, вот видите, мы в кольце внешних и внутренних врагов. Вот видите, мы находимся постоянно под угрозой. Ну, конечно, мы обороняемся как-то. Ведь, собственно, позиция российского режима заключается в том, что не он агрессор, а он подвергся агрессии. Что не он оккупировал украинские земли. А вот просто сегодня мы слышим от Пескова, как он говорит, что четыре новых, как он выражается, субъекта федерации российской, они де-факто оккупированы украинским режимом. Говорит оккупант, говорит тот самый, кто, собственно, оккупировал эти земли. Вот это намерение выворачивать наизнанку и извлекать политическую прибыль, она очень хорошо видна была до сих пор, и мы, конечно, увидим ее и сейчас. Увидим в таком особенно ярком, в каком-то, я бы сказал, яростном свете. Событие сегодняшнее, оно очень к этому российские власти располагает и, как, по-моему, им кажется, дает им в руки большие возможности. Вот. Так что, да, это тот процесс неизбежный, который, по всей видимости, уже начался и который будет продолжаться. Я не знаю, скажу вам откровенно, я не знаю, как именно они это сделают, но я прекрасно понимаю, что общий смысл будет именно этот. Общий смысл будет заключаться в том, чтобы привязать это к агрессии России в Украине и сделать из этого оправдательный аргумент для развития этой агрессии вовне и для ужесточения режима внутри. Это и есть политическое мародерство. Вот сейчас наступает большой час политического мародерства. Вне зависимости, надо сказать, от того, организованы ли сегодняшние события непосредственно на российской власти. Сергей Борисович, простите, я вынужден вас прервать. Сейчас приходят срочные новости прямо сейчас, важные истории со ссылкой на официальный телеграм-канал ИГИЛ сообщают, что те взяли ответственность за теракт в Москве. Вот это происходит прямо сейчас, срочные сообщения, которые поступают на ленты новостей. Как-нибудь прицепят, не сомневайтесь. И ИГИЛ прицепят. Обязательно прицепят и ИГИЛ. Что ж, ну будем наблюдать. Спасибо вам большое за комментарии. Спасибо, что вышли в наш эфир.